Приветствую вас, Даниэль. То, что я хочу вам сказать, вот именно, ну именно, по вашей проблеме, да, по проблеме страха, конфликта. Это, конечно, в первую очередь, наверное, некая неуверенность в себе. Глобальная идея там несколько, ну несколько точек зрения не могут существовать. Вот. То есть, либо, либо одна точка зрения, либо другая. Вот. Вот. Двух точек зрения быть не может. То есть, ну, ну, вам, вам, вот так, вероятно, это видит, да, то есть, конфликт, он, вот. Такое ощущение, да, что это всегда, по сути, битва на уничтожение. Вот это вот. Ну, это, борьба не на жизни, а на смерть, получается. И подобная позиция, она является, конечно, ложной, потому что конфликт, конфликт сам по себе не подразумевает. Отсутствие одной позиции, ну, взаимоуничтожения, взаимоуничтожения другой позиции. Вот. Вместе с тем, в конфликт вы, ну, вероятно, входите для того, чтобы что-то себе доказать. Либо себе доказать, либо кому-то, кому-то доказать. В принципе, это не особо важно. То есть, значимость конфликта, значимость конфликта, его значение для вас достаточно сильно. Вот. Конфликт для вас это вот такой своего рода способ что-то себе доказать. Конечно, ну, вот ситуация в целом по конфликтам, на мой взгляд, связана с тем, что... Вас подавляли? Именно подавляли. Ну, в частности, вот, может быть, ваша мама вас подавляла. Не давала вам, не давала вам возможности, ну, возможности быть собой. Не давала вам возможности защищать себя. Вот. И, соответственно, благодаря, в кавычках, этим зажимам, вы как раз таки и потеряли, потеряли. Такой вот... Ну... Потеряли... Ну здоровое чувство... Конфликт, ну здоровое чувство защиты... И здоровое, вполне естественное, нормальное учиться в агрессии, потому что агрессия должна быть, вот, должна быть агрессия в любом случае, потому что только через агрессию человек может себя по сути защитить. Только через агрессию, по-другому, ну, по-другому невозможно. Вот, здоровая агрессия должна быть. Но, опять же, здоровая агрессия, да, это вот ни в коем случае не означает каких-то таких деструктивных и негативных форм, а скорее означает, ну, вполне такие естественные, нормальные формы агрессии. Ни в коем случае не разрушающие, там, к примеру, вас, да, и любого другого человека, в том числе. Вот, поэтому агрессию не учиться, но самое главное, вот, если мы говорим про практический совет, то самое главное в конфликте нежелательно решать свои проблемы, то есть в конфликте нужно просто доносить человеку, ну, человеку, да, свою позицию. И все. Вот. То, что делаете вы, ну, к сожалению, немножко не про то. То, что, что делаете вы, вот, именно вы в большей степени пытаетесь, эм, какую-то вот свою проблему решать в конфликте. Доказать, что это может быть своей маме, вот, может быть себе самому. Вот. И, соответственно, это, ну, конечно, конечно же, это мешает, у меня, у меня всякого сомнения. Это мешает, там, эм, не позволяет вам, эм, ну, быть, вот, собой, что ли. Не позволяет вам быть естественным. Вот, это вы, эм, 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 грубо говоря, эм, себе сами. Какие-то вещи обесцениваете. Вот. И, вот, конфликт нужен нам для того, чтобы эту проблему решить. Проблему обесценивания себя. Вот. Ну, а она, к сожалению, да, не решается. Так. Я бы здесь, эм, предложил бы проследить за страхами вашими, то есть, ну, из-за чего. Конкретно вы боитесь? Вот. Я бы здесь, эм, в этом направлении бы, предложил бы двигаться. Вот. Ну, ещё, эм, 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 детско-родительские отношения. Эм, 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 э... Конечно же, потому что детско-родительские отношения, это прям, ну, наверное, наверное, достаточно такая вот болезненная для вас тема, да, детско-родительские отношения. У меня такая прям, раз мама там, да, как-то вот влияла на то, как вы говорите, кем вы стали, то вполне вероятно, что этот вопрос тоже вас волнует. Вот. Вы правы относительно того, что вам будет легче, если вы, ну, перестанете бояться конфликтов, вы абсолютно правы, когда так говорите. Вот, мысли у вас уверены, но тут не совсем в советах, конечно, дело, тут дело не в советах, тут дело в работе, вот именно в работе, как таковой, как в работе, как таковой именно слан. И, пожалуй, то, что я могу вам сказать, вот, опираясь на то, что вы написали. Сейчас еще раз прочитаю ваш вопрос, значит, так, могу адекватно вести себя в конфликтах, только появляется горизонт, у меня начинается дрожка трясущая, я перестаю нормально соображать, мне кажется, мне правым и сильным. Ну, это заниженная сумацерка, здесь у вас заниженная сумацерка, вот, то есть, правый сильный, да, это как раз вот про сумацерку. То есть, ну, по сравнению со своим соперником, да, по сравнению со своим, значит, оппонентом я слабый, вот, то есть, изначально я тебя принижаю. Вот, ну, опять же, совершенно очевидно, да, то, что, если вы себя принижаете, если вы себя, ну, вот, начинаете себя принижать, то вы как-то, вы как-то готовы, вы как-то готовы к тому, чтобы себя принижать. Вот, ну, а если вы готовы себя принижать, то получается, что и в конфликт выступаете для того, чтобы, ну, попытаться показать, пытаться доказать то, что вы, вот, на самом деле, вот, такой, вот, хороший, что вы, на самом деле, такой, вот, там, ну, достойный, вот, и так далее. То есть, это вот то, с чем вы приходите в конфликт. Какой месседж, да, вы несете, вот, какой месседж вы несете в конфликте. Вот, по сути дела. Вот, это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, исходя из того, что вы написали. То есть, вы считаете, что тут кто-то может быть правилым, кто-то может быть сильным, кто-то может быть слабым, да, такая позиция силы. Насыпает ступер, я теряю контроль на собой, чувствую ли сильный страх, который приобрет все остальное. Но, ну, тут, опять же, швозерах, я либо включаю заднюю, либо дешево блефую. Значит, как-то вот пытаюсь найти выход в единственном названии для вас. Такое положение вещей у меня осталось в конфликте. Я чувствую себя агрессором или чертой. Но оба исхода я всегда долго грызу. Ну, это вот, в какой-то степени, опять же, завышенные требования к себе. То есть, ну, это вот именно, что завышенные требования к себе. Если вы себя вот, если вы себя грызете, как вы говорите, то это вот именно завышенные требования к себе. Я должен, я должен, там, ну, я должен как-то вот обязательно поступить, я должен, как-то обязательно действовать, я должен, 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 должен. Вот. Хотя, хотя, на самом деле, ну, в общем-то, наверное, в общем-то, на самом деле, наверное, понятно, что ничего вы не должны, да, и, в общем-то, понятно, что, ну, что у вас есть вот свой какой-то ресурс, который вы, ну, можете использовать, иногда это получается, иногда нет. Ну, раз вы сравните, значит, значит, есть к себе требования, и они, эти требования к себе, ну, вот к вам, да, они, скорее всего, такие вот, нереалистично. Дальше. То есть, нельзя быть агрессором, навязала мне моя мама, значит, нужно отрезать, то есть, нельзя быть жертвой, говорят мне мое эго и философия, ну, опять же, опять же, здесь двояркая несколько позиция, там, это, понимаете, ну, что, значит, нельзя? Человек может быть жертвой, человек очень часто является этой самой жертвой, человек очень часто ничего не может поделать с тем, чтобы быть жертвой. Так что нельзя, это догма, по сути, ну, как мне кажется, это вот немногим лучше то, что ваша мама навязывала вам, только вы сейчас навязывают это. Ну, по сути, сами, 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 вот сами себе навязывают эту историю, говорят, что нельзя быть жертвой, вот, ну, как бы, жертвой быть нежелательной, конечно, нежелательной быть жертвой, вот. Это правда. Быть жертвой нежелательной, но ей можно быть, просто потому что вы уже в какой-то степени гей являетесь, вот. И обвиняяя себя, вы делаете, ну, просто дополнительные шаги в сторону того, чтобы эта самая жертвой продолжать быть, потому что вам в этом спокойно. Ну, там спокойно, ну, там спокойно, вот, вот, ну, вот, в этой такой, вот, позиции, к сожалению. Такие дела, такие дела, я очень надеюсь, что вам это было как-то полезно. Я очень надеюсь, что вы для себя чего-то новое получите после прослушивания моего ответа. Вот, я так надеюсь, что вы не будете застрять внимание на советах, вот, которые, ну, в общем и целом имеют достаточно такие вот серьезные ограничения, да. А я надеюсь, что вы решите заняться все-таки терапией, да, вот, проработаете детско-родительские отношения, проработаете отношения к нам и себе и, собственно, будете уже двигаться в своей жизни на дальнейшем. Но это все, наверное, я исту по-могу, и осуществляю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok